МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Он прошел пешком многие десятки километров по фронтовым дорогам Украины, Белоруссии, Псковской, Курской, Белгородской и Ленинградской областей, чтобы почтить память тех, кто шел по ним к великой победе, чтобы поклониться могилам воинов, которые завоевали ее ценой своей жизни. Здравствуйте, Павел Иванович. Здравствуйте, Раду. Здравствуйте, уважаемые люберчане. Павел Иванович, хотелось бы задать вопрос, чему же все-таки посвящена книга, для кого она издана и о ком? Да, это самый важный, наверное, и самый главный первый вопрос, на который бы я хотел ответить вам кратко, лаконично, потому что об этом можно было бы говорить очень много и рассказывать очень много. Моя главная цель и задача сделать то, что не сделает никто, кроме меня, не сделает никто, кроме моих товарищей по поисковой группе. Я собираю материалы, пишу статьи о воинах, отдавших свою жизнь за Родину, о живых витианах Великой Отечественной войны. В составе поисковых отрядов я участвовал в раскопках, в поднятии останков воинов, принимал активное участие в организации проведения перезахоронений останков воинов. Занимался уходом за воинскими захоронениями, участвовал в реконструкции и реставрации захоронений и надгробий. Воздушно-десантные войска для меня были родными и близкими с раннего детства. Это связано с тем, что я рос и воспитывался на примере брата моей матери, воина-десантника Крылова Льва Николаевича, погибшего в октябре 1941 года в Сумской области. Я считал своим долгом изучить и описать историю и боевой путь его воинской части, и тем самым увековечить память и моего дяди, и его однополчан, воинов-десантников, отдавших свою жизнь за нашу великую победу. Книга посвящена памяти Крылова Льва Николаевича, сержанта, командира взвода 212-й воздушно-десантной бригады и его однополчан, воинов 3-го воздушно-десантного корпуса, павших в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками за честь, свободу и независимость нашей Родины. В значительной степени моей работе над книгой способствовала встреча в 2008 году с историком и краеведом, сотрудником сельского совета села Уграеда Краснопольского района Сумской области Олегом Ивановичем Бутко. В этом селе погиб Лев Крылов и 34 его однополчанина. В большой совместной работе нам удалось восстановить многие имена участников боев, уточнить и описать многие исторические факты и события, связанные с историей боевого пути 3-го воздушно-десантного корпуса и моего дяди Льва Крылова, погибшего при освобождении украинского села Уграеда. Книга «Воздушно-десантные войска в боях Великой Отечественной» издается по благословению настоятеля храма пророка Ильи поселка Уграеда Сумской области отца Сергея Васильевича Зеленского. Пользуясь случаем, я обращаюсь с просьбой ко всем, кому близки и дороги воздушно-десантные войска. Друзья-десантники, помогите нам издать книгу «ВДВ в боях Великой Отечественной» к 70-летию Великой Победы. Перед тем, как перейти к истории вашего дяди Льва Крылова, я думаю, что нужно рассказать о вашей семье. В семье нас воспитывали родители в духе глубокого уважения к вере, к воинам-защитникам Отечества, к памяти о воинах, погибших за Родину. Родители много рассказывали о наших родственниках, которые верой и правдой служили Отечеству, о гражданской и Великой Отечественной войне. Война коснулась своим черным крылом почти каждой семьи. Не обошла она и нашу семью. В гражданскую воевали и погибли два брата моего деда и дед по отцу. В отечественную воевали отец, его брат и многие другие родственники. Погибли бабушка Крылова Александра Савельевна и брат матери Крылов Лев Николаевич. Их имена высечены на стеле в поселке Красково. Я сын ветерана Великой Отечественной войны. Мой отец, лейтенант Бабушкин Иван Никитич, сын красноармейца, погибшего в 1918 году, имел две военные специальности. Лётчика-наблюдателя, полученную в МГУ имени Ломоносова, и пехотного командира после окончания высших офицерских курсов выстрел в Ульяновск. В годы Великой Отечественной войны он перенес много тяжелых испытаний. Выпускникам курсов выстрел летом 1942 года выпала на долю очень трагическая судьба. Застегнутый в Сальских степях военным ураганом в период прорыва фашистских войск на Северном Кавказе и отступления советских войск Южного фронта, многие из них погибли. А уцелевших постигла страшная участь плена и лагерей. Мой отец не попал в плен. Бог миловал. Пройдя многие сотни километров по вражеским тылам и собирая по крупицам ценную информацию, он перешел линию фронта и снова в бой. В период боев под Харьковом в начале 43-го года служил офицером связи в 52-й мотострелковой бригаде. В непрерывно меняющейся фронтовой обстановке ему приходилось много раз на своей танкетке с ценными донесениями, рискуя жизнью прорваться к линии фронта и обратно по территории, уже занятой врагом. В грудном кармане у сердца, рядом с пакетом и партбилетом, он всегда держал гранату на крайний случай. Был тяжело ранен. После нескольких операций и длительного лечения его списали по инвалидности. Всю свою дальнейшую жизнь он посвятил педагогической деятельности. Моя мать, бабушка Крылова Татьяна Николаевна, участница трудового фронта, Хотя и не воевала с оружием в руках, но в годы Великой Отечественной войны пережила много тяжелых испытаний в период немецкой оккупации, работала в военном госпитале под Курском, на восстановительных работах в разрушенном Воронеже и старшим инженером-геологом Мосгел. Начиная с 1944 года в условиях, приближенных к фронтовым, с риском для жизни, в плохо разминированных, разоренных войной районах Тульской, Калужской, Брянской, Орловской, Курской, Воронежской, Липецкой, Белгородской и Сталинградской областей прошла многие сотни километров, выполняя специальные государственные задания по проведению съемочных и георазведочных работ, награждена медалью за доблестный труд в годы Великой Отечественной войны. Брат моего деда, Крылов Илья Васильевич, поручик, закаленный в боях полевой командир, один из основателей и организаторов революционного движения и Бортании на фронте Первой мировой войны, известный борец за советскую власть, герой гражданской войны, юрист, председатель Симберского губенского военно-революционного трибунала, активный борец за объективное и гуманное судопроизводство. В трагические для Красной Армии дни конца июля 1918 года, до последней минуты оставался на боевом посту, был выдан предателем и после жесточайших пыток и истязаний казнён карателями каппеля в Симберске. Моя бабушка, Крылова Александра Савельевна, в прошлом земский врач, врач-терапевт Центральной Люберецкой поликлиники, в феврале 1943 года была назначена главным врачом районной больницы и военного госпиталя в особой зоне расположения штаба Центрального фронта в посёлке Свобода Курской области. В госпитале и больнице она была единственным врачом, вместе с дочерью Таней и небольшим персоналом медсестёры-санитарок. Она сутками не выходила из переполненных палат. Борьба за жизнь раненых становилась почти непосильной. Для спасения раненых, рискуя своей жизнью, так как военный комендант посёлка Свобода предупреждал, что шансов проехать в Курск почти нет, 16 апреля 1943 года выехала в Курск, чтобы добиться в отделение для госпиталя хотя бы одного из трёх хирургов, присланных из Москвы. Погибла у станции Будановка, железной дороги Москва-Курск, уступив за минуту до гибели своё наиболее безопасное место в военно-транспортной машине молодому бойцу. В своём воспоминании о семье вы не рассказали о своём дяде Льве Крылове. Расскажите, пожалуйста, о его юности, детстве, где он учился. Лев Крылов, сын земского врача, врача нашей Люберецкой центральной поликлиники Александра Савельевна Крыловой, воин-десантник, сержант, командир взвода 212-й воздушно-десантной бригады 3-го воздушно-десантного корпуса, погиб при выполнении особого задания штаба Юго-Западного фронта 17 октября 1941 года в селе Угорода Краснопольского района Сумской области. Он родился в Москве 3 июля 1925 года в интеллигентной семье инженера-агронома и врача. Детство и юность Льва прошли в живописном подмосковном селе Красково, куда семья Крыловых переехала из Москвы в 1924 году. Четверо детей Крыловых, Фёдор, Маргарита, Татьяна и Лев, жили одной, единой дружной жизнью с крестьянскими детьми села Красково. По праздникам в доме Крыловых для красковских детей устраивались большие праздники с весельем и подарками. Жители села Красково глубоко уважали его родителей Николая Васильевича и Александру Савельевну, шли к ним за советом и помощью, в которой никогда не было отказа. С раннего детства у Льва было много друзей и товарищей, и с ними проходила большая часть его жизни. С детства он любил книги, поэзию, спорт, много читал, выучил наизусть почти все поэмы Пушкина, писал стихи. В течение нескольких минут он мог сочинить на злобу дня любой стих и эпиграмму. Неотъемлемой частью жизни Льва с детства были спорт, футбол. В 14 лет он был лучшим вратарем взрослой футбольной команды. Счастливое детство закончилось в июне 1930 года, когда его отца Николая Васильевича в воскресный солнечный день вели на станцию под конвоем через родное село Красково два красивых охранника в форме НКВД. Идущий навстречу народ с ужасом и скорбью в глазах крестился и кланялся ему в пояс. С детства ему пришлось пережить многие трудности члена семьи врага народа. Но он твердо знал, его отец репрессирован невинно. В младших классах Лев учился в Красково, в школе, построенной до революции, наличные средства известной народной учительницы Черногубовой. Семилетку Лев заканчивал в бывшей Малаховской гимназии, школе номер пять, называемой в народе школа над оврагом, а десятилетку в соседнем поселке Томилино, в школе, ныне носящей номер 14, что у станции Томилино. Вместе с ним учился будущий его однополчанин по 212-й воздушно-десантной бригаде Николай Епифанов из деревни Кирилловка, что возле Томилино. Лев высоко ценил дружбу и товарищество. Его любили и уважали друзья и товарищи за мужественность и смелость, честность, принципиальность, за его ум и образованность. Летом 1939 года его любимую девушку Брониславу Блинчевскую Родители увезли к родственникам в Западную Белоруссию. Лев очень тяжело переживал разлуку с ней, и она не смогла жить в разлуке с ним и вернулась, но Лев уже был призван парами. В начале 1942 года, узнав о гибели Льва, Бронислава, добровольцем пошла на фронт мстить врагам за него, дошла до Берлина и расписалась на Рейхстаге за себя и за своего погибшего друга. В поселке Красково на развилке Егорьевского и Красковского шоссе на стеле высечены имена Крылова Льва Николаевича и его матери Крылова и Александры Савельевны. Старожилы поселка Красково хорошо знают эти имена. Они любили и уважали родителей Льва. Любили и уважали Льва Крылова. Ну что ж, о истории детства мы уже пообщались, и хотелось бы теперь узнать, какой боевой путь он прошел, с чего все начиналось. Его боевой путь и вся жизнь после призыва в советскую армию была неразрывно связана с воздушно-десантными войсками. В сентябре 1939 года, когда был принят закон о всеобщей воинской обязанности, Лев был призван в Красную армию. С этого времени вся его жизнь была неразрывно связана с 212-й воздушно-десантной бригадой. Служил Лев в Краснознаменной Дальневосточной армии, в рядах крылатой пехоты, в суровых условиях Преамурской тайги в Восточной Куйбышевке. Два раза мать Льва Александру Савельевну вызывали в часть хоронить сына. В марте 1941 года 212-я воздушно-десантная бригада была переброшена с Дальнего Востока на Украину в район города Вознесенск, а в мае 1941 года вошла в состав 3-го воздушно-десантного корпуса под командованием генерала Глазунова. 3-й воздушно-десантный корпус формировался перед самой войной в городе Первомайск Одесского военного округа и воевал на Украине. 22 июня 1941 года напряжённые учебные будни десантников прервала война. 27 июня 1941 года наш земляк Лев Крылов из посёлка Красково пишет матери. Дорогая мамочка, в последнее время моя жизнь наполнена различного рода переменами. Международные события не могли пройти моим меня боком. Они стукнули меня в самый лоб, загнав на полтора метра в землю, где я пишу это письмо. В адрес немцев я произношу несколько проклятий, и если представители их племя попадут ко мне в руки, им будет несладко. Трудностей не замечаю, ибо давно уже к ним привык. Живу надеждой, что мы ещё когда-нибудь встретимся, и я увижу ваши дорогие лица. Как твоё здоровье? Как здоровье Танечки? Сейчас писать пока нечего. После я или ничего не расскажу, или расскажу очень много. Крепко целую. Ваш Лев Крылов. По скрипту. Дорогая мамочка, пиши, может быть, получу ответ. Если представится возможность, я сообщу дополнительно в длинном письме обо всём том, что сейчас со мной происходит. 212-я воздушно-десантная бригада была сформирована в 1938 году в Восточной Куйбышевке и стала одним из лучших парашютно-десантных подразделений особой краснознамённой дальневосточной армии. 212-я отдельная воздушно-десантная бригада из состава резерва командующего особой группой войск комкора Георгия Константиновича Жукова была лучшим воздушно-десантным подразделением Красной Армии. Её командиром был один из основателей и первых командиров воздушно-десантных войск Красной Армии майор Иван Иванович Затевахин. 3-й воздушно-десантный корпус, в котором воевал Лев Крылов, состоял из трёх бригад. Командиром 5-й бригады был назначен герой войны в Испании полковник Александр Ильич Родимцев. 6-й бригадой командовал опытный командир-десантник полковник Виктор Григорьевич Жолдев. С конца августа её возглавил Шафаренко Павел Менделеевич, а Жолдев стал командиром 212-й бригады. 3-й воздушно-десантный корпус малоизвестен потому, что юридически он существовал в армейском подчинении ровно 5 месяцев, с июня по октябрь 1941 года. 3-й воздушно-десантный корпус – это корпус героического и трагического 1941 года. Среди наших земляков, воевавших в составе 3-го воздушно-десантного корпуса, в первую очередь нужно назвать Василия Филимоновича Валуйских, Николая Петровича Епифанова, Льва Николаевича Крылова и, конечно же, Виктора Григорьевича Жолудева, которого мы по праву считаем своим земляком, хотя он жил в Люберцах около полугода, в период формирования его героической 37-й гвардейской стрелковой дивизии в 1942 году. В начале августа 1941 года в южной части Киевского укрепрайона бои приняли особенно тяжелый характер. Пригородные населенные пункты, Гатная, Чабаны, Витопочтовая, Хотев, Лесники, Жуляны, Теремки, Голосеева стали ареной ожесточенных сражений. Ядром их был 3-й воздушно-десантный корпус. 7 августа 1941 года недалеко от села Гатное с передовыми частями гитлеровцев вступил в бой 1-й батальон 212-й воздушно-десантной бригады под командованием полковника Ивана Ивановича Затевахина. Отделение десантников сержанта Дончука и сержанта Крылова заняли для обороны пустые стрелковые окопы. Вместе с отделением на передовую позицию прибыл замполитрука роты Василий Валуйских. Вскоре на дороге на Гатное показались 6 танков, за которыми шли цепи пехоты. Валуйских приказал бойцам открыть прицельный огонь по пехоте, а сам с четырьмя солдатами вступил в поединок с танками. Для этого каждый взял по две бутылки с зажигательной смесью. Воины присели в окопе, притаились, зорко наблюдая, и как только первые два танка взобрались на бруствер, в них с двух сторон сразу полетели бутылки с горючей смесью. Танки загорелись и остановились. Один из них взорвался. Десантники уничтожили около двадцати пехотинцев. Враг остановился, а потом отошел на исходные позиции. Вскоре здесь же под Киевом Василий Филимонович Валуйских был назначен политруком десантной роты. Кто не познал войну в сорок первом, начале сорок второго, тот не знает, что такое настоящая война. Говорил главный маршал бронетанковых войск Бабаджинян, герой Советского Союза, участник обороны Курска в 1941 году. Корпус на киевском направлении воевал в составе 37-й армии генерала Власова, на сейме под Конотопом и Сумами в составе 40-й армии генерала Подлас, а с 6 ноября по январь 1942 года 3-й воздушно-десантный корпус под командованием Ивана Ивановича Затевахина фактически продолжал воевать, но в дивизионном подчинении 87-й стрелковой дивизии полковника Родимцева. Десантники 3-го воздушно-десантного корпуса стояли насмерть, обороняя столицу Украины, город Киев, вели ожесточенные бои с противником севернее Киева в районе города Остер и сорвали все попытки врага перейти реку Десну. Они героически сражались, удерживая под натиском танковой армии Гудериана переправы через реку Сейм. Стойко сражались севернее Конотопа в Лизагубовском лесу, громили врага в Путивле, пробиваясь из окружения в направлении на Бурынь. Они шли железным потоком по вражеским тылам, уничтожая его гарнизоны и встречные части. Они встали живой и неприступной крепостью на пути вражеских колонн на стыке частей 40-й и 21-й армии у села Уграеды на востоке Сумской области и победили. Десантники 3-го воздушно-десантного корпуса изматывали и громили врага, поднимаясь в атаку из-за бледеневших окопов под Тимом. Они прославились в веках своей стойкостью и мужеством, в боях под Сталинградом. Они гнали врага на запад, освобождали родную землю и народы Европы. Их родина посылала туда, где никто кроме них не мог победить. Именно такими словами хочется закончить нашу сегодняшнюю передачу. А я напомню, что мы общались с бабушкиным Крыловым Павлом Ивановичем, который является руководителем поисково-исследовательской группы ВДВ 3-й корпус. Я на этом с вами прощаюсь, желаю всего хорошего. Это была программа «Открытый диалог». До новых встреч!